Надсемейство человекообразных обезьян включает всем нам известные виды, такие как шимпанзе, орангутаны и гориллы. А также семейство гиббонов, которое объединяет в себя еще 16 разных видов. Гиббоновые обезьяны обитают на северо-востоке Индии и в некоторых районах Юго-Восточной Азии. Эти приматы намного меньше похожи на людей, чем, например, их сородичи. Но природа наделила гиббонов великолепными акробатическими навыками и суперспособностью перемещаться с очень быстрой скоростью между кронами высоких деревьев. Некоторые сильные обезьяны, двигаясь по верхушкам тропического леса, могут легко развивать скорость до 50 км в час. Плечевые суставы гиббонов устроены таким образом, чтобы рука свободно вытягивалась, когда приматы перепрыгивают с ветки на ветку. Хотя секрет ловкости этих обезьян заключается не только в их уникальных плечевых суставах, а также еще в длинных и сильных конечностях. Ученые говорят, что особое внимание заслуживают еще загнутые в форме крюка крепкие ладони. Благодаря которым приматы способны ухватиться практически за любую ветку, и вероятность того, что они сорвутся, очень минимальная. Бывают, конечно, случаи, когда молодая обезьяна промахивается, но падая вниз, она успевает схватиться за следующую ветку и восстанавливает баланс движения. При таком ловком перемещении по тропическим зарослям, гиббонам также важны их нижние конечности. Сильные ноги позволяют обезьянам с легкостью отталкиваться от ствола дерева. Прыжки получаются настолько мощными, что приматам не составляет серьезной проблемы допрыгнуть до ближайшей пальмы, которая находится на расстоянии до 15 метров. Гиббоны в основном предпочитают растительную пищу. Главным образом выбирают сочные листья, а также любят орехи или сладкие фрукты. Но среди семейства гиббоновых есть и плотоядные обезьяны, которые питаются яйцами птиц, а иногда даже и птенцами, хотя чаще всего едят насекомых. Большую часть своей жизни эти обезьяны проводят в густых кронах деревьев на головокружительной высоте. Например, в тропических джунглях Малайского архипелага, который находится в Юго-Восточной Азии, деревья вырастают до 50-60 метров. На такой опасной высоте приматы упражняются в ловкости и занимаются сбором любимых фруктов. На землю они иногда спускаются, так как гиббоны очень общительные и любопытные приматы. Вопреки расхожему мнению, эти уникальные существа редко бывают агрессивными или злыми и довольно быстро привыкают к людям. А также охотно идут на контакт с другими видами животных. Но вот что интересно, в отличие от других обезьян гиббоны предпочитают прямохождение, когда находятся на земле. Что касается выбора партнеров, то гиббоны моногамны. Они предпочитают жить парами со своим потомством. Ученые также заметили, что многие виды этих приматов придерживаются строгого распорядка дня. Например, обезьяны просыпаются около 6 утра, а спать ложатся не позднее 7 вечера. Ну прям как люди. Средняя продолжительность жизни у гиббонов в дикой природе составляет около 25 лет. В некоторых странах Азии, а в частности в Индонезии, гиббоны еще с древних времен считались священными животными, которые приносят удачу и символизируют успех. Эти приматы очень умные существа, так как являются образцовыми партнерами и родителями. Местное население крайне бережно относится к обезьянам и всячески старается сохранить этих животных. Но, к сожалению, сегодня по вине человека многие виды гиббоновых находятся на грани исчезновения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok